всем привет сегодняшнее видео у нас относится к категории новости и т ну айти вы понимаете вот и в этих но новостях и т если вам будет интересно я буду делиться с вами тем что знаю я даже не знаю а то о чем я прочитал узнал ну и все такое вот и вот мне вот давеча я прочитал узнал о такой штуке что аваст вот она аваст наш выпустил аналитический инструмент который называется red deck то есть это у нас декомпилятор и он якобы поговаривают может помочь сообществу кибербезопасности бороться с средоносными программами вот этот инструмент и более того как бы это инструмент это хорошо но он еще в режиме онлайн доступен то есть не надо ничего закачивать вот ну короче это декомпилятор который позволяет декомпилировать код то есть из машинного кода там исполняя из исполняемого файла мы можем получить исходник но в данном случае как я увидел на языке си либо же написано вот пит python like language то есть python подобный язык вот и это поможет сообществу без запуска какой-то программы взять ее декомпилировать и сразу вот и увидеть там все что там можно увидеть ну какой-то вредоносный код вот но доступна только 32-битная архитектура и это intel x86 arm mips пик 32 n power pc поговаривают поговаривают что это очень хорошая штука и аналогов нету а вот то есть основная цель даже не основная цель основную цель мы знаем более того это даже проект с открытым исходным кодом вот по этой ссылочке мы можем перейти прямо на гитхаб репозиторий где валяются собственно говоря эти исходники но читать исходники мы не будем давайте клад с ним какой-нибудь какой-нибудь cpp вот вроде как бы должно собираться я честно говоря не пробовал но 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 попробуйте так вот давайте посмотрим все таки на этот декомпилятор то есть обычно декомпилировать довольно таки сложно а порой и невозможно какие-то программы вот но я не думаю что он справится с декомпиляции здоровенного какого-то проекта но для небольших программах я думаю хватит то есть мы сейчас это все опробуем и опробуем но у меня у меня смотрите давайте true декомпилать и он черточка точечка ну я думаю вы понимаете я язык коверка поэтому try decomplation попробуем попробуем декомпилировать у меня архитектура 64b а тут 32b значит исполняемого файла я не хочу сейчас искать по интернетам всякие исполняемые файлы поэтому мы ему подсунем код и посмотрим на результат вот они в качестве примера предлагают свой тестовый код давайте нажмем декомпайл вот она у нас тут что то делается и куча всего да ну и давайте посмотрим на результат декомпайл код чем результате должно было бы получиться если бы мы подсунули ему исполняемый файл вот что получилось как бы не printf а путь дальше вот всякие там адресочки смещение было определено что это язык 7 что это компилятор мин гв 32 86 по ем ну и т.д. и т.п. ну хорошо давайте попробуем что-нибудь посложнее а посложнее посложнее я вот сейчас ему подсуну вот эту вот ерунду что это за ерунда эту ерунду я освечивал вопрос-ответ что такое как его все реализации и 10 реализации вот нажимаем трагиком пилляте он сик вот кстати тут можно получить разные варианты get new нажимаем и и вот вот что нибудь тут потом вот какие-то суммы потом еще но нас это не интересует мы вставляем свой код вы же у себя попробуйте если у вас 32 разрядная архитектура все-таки подсунуть ему исполняемый файл и как он с этим справиться но он должен быть собран с помощью 32 битного компилятора но в любом случае никакой декомпиляции не произойдет то есть если у вас 64 b архитектура вот ну давайте нажмем декомпайл и посмотрим на результат и сравним легко ли читать или нелегко но в любом случае думаю легче чем диза сэмблировать а диза сэмблер обычно что делает из машинного кода переводит в язык ассэмблера и это не совсем уж иногда и удобно читать особенно если вы не знаете что такое ассэмблер и когда вы не знаете что такое диза сэмблер и когда вы видите вот это все вы не понимаете вообще что это так но это хихоньки хахоньки смотрим create message что у нас create message ах он негодяй у меня тут было воет а он тут ну ладно хорошо добро так и чем мы смотрим ну вот попытка перевести то есть это декомпилировать так 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 ну вроде вроде чего у нас тут это все указателем а здесь нет ну в принципе думаю если разобраться если разобраться а давайте сделаем обратно знаете иногда еще задача такая стоит декомпилировать это как с переводчиками переводить фразу туда-сюда туда-сюда давайте попробуем собрать вот здесь эту программу то что он декомпилировал и посмотреть ухты собралась но много предупреждений ну это уже дело такое теперь давайте попробуем запустить и посмотреть чё будет чё будет но уже уже упали уже счета у нас тут вася это хорошо а 3 там должно быть было быть сообщение но я подозреваю это может быть адрес того участка памяти где это сообщение это может быть адрес но в результате уже обратно мы получаем ошибку но ничего страшного на самом деле можно попробовать изучить это все добро и посмотреть насколько она соответствует действительности потому что декомпилировать программы написаны на языке си или си плюс плюс довольно таки сложно вот на языке си шарп это очень легко поэтому для того чтобы не было так легко декомпилировать программы написаны на языке си шарп используют специальные программы которые там все переделывает и декомпиляция возможно но чтение кода уже практически невозможно так вот что же вот этот редект да и какие преимущества преимущества в туле или ну я не знаю это надо проверять но даже не преимущества возможность то есть обнаружение и восстановление и иерархии класса все плюс плюс вот вот написано я это не придумал а вот также ну тут написано интегрированный диза семблер ну это вроде неплохо ну загрузка расшифровка каких-то инструкций а вот но на самом-то деле что тут на у нас на самом-то деле не за семблер есть какой-то и и и и и ну больше даже мне сказать нечего поэтому но смотрите здесь у нас после декомпиляции есть показаны какие используются функции то есть она разобрала но это не так сложно вот вызов график вызывал давайте посмотрим есть main а вот и кто чего вызывает ну для простенькой программы справляется диза семблерный код а вот но это мы его видели уже вот ну 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 это можно по каждой функции классный вот она даже рисует вот в таком виде ну не особо читается но 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 якобы все таки можно найти вредоносный код ну не уверен но возможно разработка этого декомпилятора как говорят шла 7 лет и вот спустя 7 лет аваст выложил в открытый доступ поэтому поэтому пробуйте товарищи и пишите свои комментарии получилось ли вам найти какой-то вредоносный код может быть ваш товарищ написал и подсунул вам какой-то исполняемый файл а там много вредоносного кода в общем пробуйте штука довольно таки на самом деле интересная вот я особо не пробую как я так так как я уже сказал у меня 64 разрядная архитектура и времени нету искать 32 битные там бинарники вот поэтому поэтому на сегодня все если вам будут интересны подобные вот такие видео то есть новости потому что я в любом случае все равно где-то что-то читаю новости айти и т новости в программировании новости все что связано с и т то есть я не мониторю но иногда пробегаю то пишите оставьте лайки и будем освещать то что появляется к примеру на рынке может быть какие-то языки там появляются это надо смотреть вот поэтому всем спасибо за внимание ставим лайки жмем колокольчик всем пока